Приветствую всех дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте официально посмотрим на 3060 Ti. Взглянем в будущее вместе с памятью DDR5 и оценим новые биосы от компании MSI. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, хочу посоветовать вам принять участие в новогоднем розыгрыше 10 SSD дисков на дружественном канале Территория ПК. Ссылочку на видео с розыгрышем я оставил в описании. Там вы сможете найти все условия. А начать ролик я хочу с официального анонса видеокарты RTX 3060 Ti. Вчера вечером Nvidia наконец-то выпустила карту и рекомендуемый ценник на нее составил 399 долларов. Российский офис Nvidia сразу же отреагировал на выход и заявил рекомендуемую цену в 40 тысяч рублей. Но это конечно же цена за Founders Edition, а версии от партнеров будут стоить немного дороже. Сам старт продаж видеокарты начинается уже сегодня, но пока что в магазинах РФ и Украины я ее не нашел. По тестам Nvidia эта видеокарта должна быть быстрее чем RTX 2080 Super, а в разгоне она выступает практически на одном уровне с 3070 и 2080 Ti. Но вот что касается конкуренции с красными, то здесь она показывает себя очень даже неплохо. При стоимости всего в 400 долларов и с включенными DLSS и лучами она спокойно обходит RX 6800 и дышит спину RX 6800 XT. И судя по всему зеленые сделали ее неспроста, а чтобы устроить конкуренцию за меньшую цену и навязать еще раз свои технологии. Лично я думаю, что эта видеокарта шикарно вписывается в рынок. Пусть даже за 45 тысяч рублей, но для Full HD это отличное решение с памятью от 3070. Также не стоит забывать, что за такую производительность раньше просили намного больше. И давайте посмотрим на карты 3060 Ti от компании MSI. Флагманом у них станет модель Gaming X Trio. Она получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, два восьмиконтактных разъема дополнительного питания и цену 470 долларов. На ступеньку ниже расположилась Ventus 3X OC, в которой производитель использовал укороченную печатную плату с одним разъемом 8 пин. И самой доступной станет модель Ventus 2X, которая довольствуется системой охлаждения с парой вентиляторов. А вот кто виновен в дефиците до сих пор непонятно, но Nvidia решила обвинить Samsung. Финансовый директор компании заявила, что ощущается нехватка кремниевых пластин с графическими процессорами игрового класса. Она ожидает, что уже в следующем квартале выручка компании всё-таки снизится относительно текущего. Тем временем антимонопольный комитет США уже открыл дела и на Nvidia, и на AMD. Они предполагают, что мог быть некий сговор относительно цен на видеокарты, но никаких обвинений пока что не выдвинули. И давайте посмотрим на самую главную новость сегодняшнего выпуска. Компания Team Group объявила о планах наладить продажи модулей оперативной памяти стандарта DDR5 во второй половине 2021 года. В третьем квартале вендор предложит 16-гигабайтные планки серии Elite DDR5, работающие на эффективной частоте 4800 МГц с напряжением питания 1,1 В. А в дальнейшем ассортимент будет расширен более скоростными модулями с частотой 5200 МГц. Число процессоров, которые первыми обзаведутся поддержкой стандарта DDR5, входят Intel Alder Lake S и Ryzen 6000 с микроархитектурой Zen 4. В самих же планках DDR5 задействуется 288 контактных площадок, как и в DDR4. Однако ключи расположены иначе, что не позволит установить модуль в неподходящий слот. В итоге мы получаем картину, в которой DDR5 выйдет намного раньше, чем ожидалось. И просто так выпускать планки никто не будет, а значит уже в конце второго квартала 2021 года нас могут ждать новые процессоры от обеих компаний и переход на DDR5. Конечно, точно сказать, что это будет так я не могу. Но нынешняя ситуация намекает именно на это. Плюс ко всему ходят слухи, что зеленые в следующем году покажут новую архитектуру видеокарт и не будут ждать два года. И в итоге мы можем получить сразу DDR5, новые видеокарты и новые процессоры. В общем за всей этой ситуацией я буду внимательно следить и вам рассказывать. Поэтому не забудьте подписаться на мой канал, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И давайте посмотрим на MacBook Air M1, который смог обойти конкурента. Недавно я вам рассказывал, что на Apple M1 таки запустили винду. Теперь же ее протестировали и даже в таких условиях яблочное творение оказалось намного быстрее Surface Pro X, для которого Windows 10 ARM является родной системой. Он построен на ARM процессоре Microsoft SQ2, который разрабатывался совместно с Qualcomm. Из этих тестов можно сделать вывод, что процессоры M1 сильны не только от оптимизации macOS. И давайте посмотрим на новости из красного лагеря, где MSI сделала поддержку Ryzen 5000 серии для старых плат. Такая прошивка включает в себя Agessu 1100 и ее уже получили материнские платы B450 с приставкой Max, список которых вы прямо сейчас видите на экране. Кстати ссылочки на эти материнские платы для Украины и РФ я оставил в описании. А все остальные материнские платы MSI получат обновления только в январе. Тем временем сама AMD выпустила драйвер 2011.3, который обеспечивает поддержку графического API Vulkan для трассировки лучей. Также в нем улучшили производительность видеокарты RX 6800 XT в Watch Dogs Legion и Dirt 5 и исправили сбои трассировки лучей в Black Ops. А пока красные продвигают Smart Access Memory на своих платах, компания Asus одной из первых обеспечила поддержку технологии на платформе Intel. Вендор уже предлагает владельцам плат Z490, H470 и B460 загрузить бета-версии с поддержкой Smart Access Memory. Для примера работы технологии Asus привела результаты тестов Forza Horizon 4. И после активации Resizable BAR на системе с процессором Core i7 10700K и видеокартой RX 6800 XT частота кадров в гоночном симуляторе выросла на 13 %. Также на днях стало известно, что красные все таки дали добро на выпуск RX 6900 XT в кастомном исполнении. Хотя сама AMD до сих пор молчит по этому поводу, но так как эталонный вариант видеокарты поступит в продажу уже совсем скоро, то у производителей просто не хватит времени разработать собственные дизайны и охлаждения. Поэтому такие карты стоит ждать где-то в начале следующего года. И давайте посмотрим на очень горячую новость из мобильного лагеря. Буквально только что компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский процессор для мобильных устройств, который получил очень неожиданное название Snapdragon 888. По словам производителя, данная платформа открывает новую эру мобильных устройств и обеспечивает новый высококлассный опыт использования. В самом процессоре обновили как графику, так и 5G, но конкретных подробностей пока что не раскрывают. И давайте поговорим немного о квантовом интернете. В этом году впервые широко заговорили о создании глобальной квантовой сети или просто квантового интернета. Такая задача выходит далеко за рамки уже привычного шифрования данных с использованием распределенных квантовых ключей. Летом такой проект стартовал в США, а на днях его запустили в Нидерландах. Представленный проект должен привести к созданию квантовой сети в части Амстердама. Такая сеть будет соединять квантовые процессоры друг с другом через оптические каналы для обмена квантовыми битами или кубитами для обеспечения распределенной обработки. И хочу немного рассказать вам, что это и зачем оно надо. Думаю многие знают, что классическая информация заключается в биты, которые имеют значение 1 или 0. А вот квантовая информация хранится в кубитах, которые могут находиться одновременно в позиции 1 и 0. То есть один квантовый объект может отдать два разных набора данных в один момент времени. И при этом любые изменения в эту информацию не могут быть внесены незаметно. Это позволяет добиться максимальной безопасности, но сделать такую сеть стоит сумасшедших денег. Поэтому сейчас делают ставки на параллельное существование привычного интернета для соцсетей и прочего и квантового для передачи конфиденциальной информации. Для этого исследовательские группы по всему миру разрабатывают кристаллы, которые смогут позволить классическому компьютеру подключиться к квантовой сети. Но единственная проблема это квантовые сигналы. Если их передавать по оптоволокну, то они исчезают примерно через 97 километров. Поэтому нужны специальные квантовые повторители, которые смогут передавать сигналы на большее расстояние. В общем тема очень сложная, но за квантовыми компьютерами и сетями будущее и это уже известный факт. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.